Привет, это Мирон, рад, что снова смотрите меня. Сегодня я бы хотел, наверное, в последний раз рассказать о том, как я работал с Миланом Петровой и что я понял спустя полгода после того, как уволился с должности ассистента Миланы Петровой. Вообще еле-еле продается, ни хуя не. Я пришлю скриншот, но по-моему был около... Это был самый продаваемый продукт. Я хотел в этот раз себе парить ассистента. Максим, если смотришь эти сторис, то нужна твоя помощь. Я люблю. Я знаю, что все точно получится, потому что Максим меня никогда не подготел. Для начала немного расскажу о себе. Меня зовут Мирон, я живу в Индонезии и встречаюсь с гетеропарнем, о чем уже вы могли узнать из предыдущего ролика или прочитать в моем телеграм-канале, если подписаны на него. Если не подписаны, подпишитесь, там интересно. Я живу в Индонезии, в городе Джакарта. Уехал из России уже порядка двух лет. Сам я из маленького городка на Урале, но впоследствии потом переехал в город Екатеринбург, а далее в Москву, когда уже устроился ассистентом Миланы. На данный момент я не работаю ее помощником и продюсером ее инфопродуктов уже полгода. Я окончательно уволился в январе, 19-го, по-моему, января, насколько я помню. И эти полгода я вообще, в принципе, не работаю. Все благодаря моим отношениям, благодаря какой-то моей финансовой грамотности, возможно, что у меня, ну, всегда как бы есть деньги. Сейчас я обучаюсь, я учусь и хочу развиваться в сфере медиа. Вот завел новый YouTube-канал, веду TikTok, у меня 17 тысяч в TikTok, веду Telegram-канал. И, в общем, я вижу себя в развивающемся в этом. Теперь рассказ про саму работу на Милану. Теперь хочу рассказать о том, как я устроился работать на Милану Петрову. Это было очень давно, больше трех лет назад. Это было в 2021, возможно, году, или мне был 21 год. Скорее всего, мне был 21 год. Я тогда проживал в городе Екатеринбург. Это столица Урала, небольшое население, порядка полутора или двух миллионов человек. Может быть, уже больше или уже меньше. Неважно, я тогда работал в офисной компании, модерировал звонки операторов, то есть, которые звонят вам по телефону, говорят, хотите кредитную карту Халва. И моя задача была обучать таких операторов. У меня было в подчинении 130 человек, максимально было 70 операторов звонить. Я так устал от этой работы, там зарплата была 30 тысяч рублей, иногда больше, если выполнялись конверсии, и мне этого не хватало. То есть, я снимал квартиру примерно за 15 тысяч рублей, остальные деньги уходили на еду, а хотелось как-то еще попутешествовать, пожить, купить одежду. В общем, больше нужно было денег. И тогда я уже задумывался о том, чтобы сменить вид деятельности своей рабочей. Получилось так, что в тот момент как раз-таки Милана опубликовала, тогда это был Андрей Петров, опубликовала историю у себя в Инстаграм, что она ищет нового ассистента, нужно написать ей в директ, откликнуться, рассказать о себе и так далее. Я подумал, почему бы нет? Написал, откликнулся и подумал, ну, ответят, не ответят. У человека там, по-моему, миллион подписчиков в Инстаграм, может быть, было меньше, может, 1700 было, 500, не знаю, не помню. Ответит, окей, не ответит, хорошо, все, написал, отложил телефон, начал дальше работать. Спустя буквально минут 15-20 я поворачиваю телефон и вижу там уведомление от Эндрю Петровуан, что, типа, привет, расскажи о себе побольше. Я думаю, ого, мне, типа, ответили. Я прочитал и, на самом деле, забоялся, обо мне возникло какое-то чувство тревоги, страха, что, блин, а что теперь делать? Я вообще живу даже не в Москве. Вдруг меня возьмут? Мне уже ответили. И тогда меня пролайкал даже ее друг, который находился рядом с ней, теперь наш друг Майк. Майк, приветик. Ухать, на йогу. Я думал вообще не отвечать, думал заблокировать ее, ну, и как бы все, забить на эту историю. Но ответил, ответил, рассказал немного о себе, после чего она предложила перейти в Телеграм-канал, ой, Телеграм-канал и подписаться на нее. После чего она предложила перейти в Телеграм, записать ей пару кружочков вот этих видео, и еще больше рассказать о себе, а потом и ответить на главный вопрос. Когда я готов приступить к работе? Наверное, с этого вопроса все и началось, и с ответа на этот вопрос, потому что я сказал, что могу приступить уже через пару дней, в понедельник. Хотя вы помните, что я все еще живу в Екатеринбурге, я все еще работаю на своей работе, снимаю квартиру и каким-то образом пообещал, что буду работать уже через пару дней вместе с ней в Москве, где у меня нет ничего. Ни друзей, ни родственников, ни квартиры, вообще ничего, кроме как раз-таки работы возможной на нее. Когда я сообщил о том, что меня приняли на работу ассистенту Милана Петрова своим друзьям и родителям, маме в частности, мне сказали, что я дурной, что если я хочу все бросить, уволиться и переехать просто так, к какому-то фрику, то я дурачок, потому что меня кинут, но потом я останусь без денег, без работы, мне придется начинать все сначала. А знаете, я подумал, а что сначала? Я сейчас работаю, я превращаюсь в обычного человека, которым я всегда боялся быть. Я работаю на офисной работе в 21 год, чтобы заработать на жилье и еду. Это ли то, о чем я мечтал? Нет, вообще не то. Хотел ли я жить в Екатеринбурге? Нет, вообще не хотел. Меня манила Москва, не знаю чем, я никогда не хотел стать какой-то звездой, сейчас уже хочу, но на тот момент не хотел, я просто хотел чего-то большего, я искал себя, и даже я учился на тот момент в университете, на очной форме, кстати говоря, на государственного служащего, на факультете психологии. Вообще очень крутая профессия, круто выбрала, рандомно. Но так или иначе я решился на этот переезд, и буквально за пару дней я собрал все свои вещи, освободил квартиру, которую снимал, уволился с работы, на которой работал, все как-то так удачно сложилось, на работе меня очень легко и быстро отпустили, выплатили последнюю зарплату в размере 30 тысяч рублей. Из квартиры я быстро переехал, буквально за один день, и последнюю ночь ночевал в квартире у мамы. Купил билет на самолет, на эти свои последние деньги, и арендовал самое дешевое жилье, которое смог найти в Москве. Это был некий хостел. Я показывал это все в историях у себя в Инстаграм-канале, но продублировал у себя в Телеграм-канале, чтобы там было больше материала и было легче это искать. Все видеоматериалы можете найти по ссылке в описании, она будет ниже. Я переехал в Москву с одной сумкой. У меня была одна спортивная сумка, тогда была осень, что-то такое, 15... 10 сентября это было, да, я переехал 10 сентября в Москву. С этого дня начался отсчет моей рабочей трудовой деятельности в плане ассистента Миланы. Милан тогда еще не было в городе, поэтому у меня было немного времени на то, чтобы как-то освоиться. Я не знал этот город, блудил в метро, терялся на станциях. Все для меня казалось очень дорогим, потому что я заходил в кафе, в которых априори еда там стоила 1000 рублей за чек, например. Для меня это было очень дорого на тот момент, потому что, ну, денег не было. Первая зарплата будет только через месяц. Это будут 40 тысяч рублей уже, да, не 30. Изначально мне Милана платила 40 тысяч рублей как авансом, независимо ни от чего, независимо от количества рабочих дней или задач. Я заселился в этот дешевый хостел, отель с общим туалетом на этаж. Короче говоря, говорю шоботом, потому что я нелегал. Меня пропустила техничка, уборщица. Сесть на диване, потому что я сидел на чемоданах уже 2 часа. С кроватью из Икеи, такой деревянной, знаете, на которой, если чуть-чуть чем-то позаниматься, кроме как сна, она сломается. Там было влажно, там было уныло. И всё это как-то так тяготило. Было тяжело. Я прожил в этой квартире, квартире, в этом номере хостела буквально 3 ночи. И потом у меня просто... Я понимал, что у меня деньги уходят. И если я буду снимать какую-то квартиру, мне нужно хотя бы 15 тысяч, чтобы у меня было свободных, а ещё деньги на еду. Деньги уходили, и каждые там 300 рублей 500, для меня это было очень много. Так сложились обстоятельства, что я зарегистрировался в приложении для знакомств, и одну ночь даже ночевал у парня из Hornet, который хотел заняться со мной интимом. Но я был в таком настроении, что мне вообще ничего не надо было. Соответственно, на следующий день он меня выгнал. Хотя он хотел, чтобы я с ним пожил, но там, видимо, нужно было сексуальными вещами заниматься. Я не был готов заниматься сексом за жильё. И так сложились обстоятельства, что я начал вести Инстаграм в тот момент. Сейчас я его практически не веду, я только публикую фотографии в запрещенную социальную сеть на территории Российской Федерации. Вот, сейчас я веду Телеграм-канал, рассказываю там всё про отношения, про прошлую работу и так далее. Ссылка в описании. У меня начались просмотры в историях. Со 100 просмотров с переездом в Москву как-то, каким-то образом, стало аж 300-350. Для меня тогда это было много. И я туда рассказывал вообще абсолютно всё, чтобы не ощущать себя одиноко, брошено. Я рассказывал аудитории о том, что мне негде жить. И в один из дней, как раз так вот в этот короткий промежуток, мне написал один мужчина и сказал, что я снимаю квартиру двухкомнатную рядом с Москва-Сити. Если хочешь, можешь приехать пока ко мне, пожить у меня на диване в гостиной. Я не буду к тебе не приставать, ничего вообще не будет. Просто, ну, я... Мне нравится. Мне нравится, что ты в 21 год решил поменять свою жизнь. Я понимаю, как тебе может быть тяжело. Я хочу тебе помочь. Приезжай ко мне. Это на самом деле мне очень помогло. И я прожил у этого мужчины, наверное, неделю. Он, правда, с меня ничего не просил. Я не ел его продукты. Я ходил куда-то есть. Я понимаю, что я бы мог больше себя проявлять в тех взаимоотношениях с тем мужчиной. Возможно, как-то общаться с ним после работы. Возможно, спросить, приготовить ли ему какую-то еду. И, может, как-то помочь прибраться. А я настолько всего стеснялся, что просто старался весь день гулять и приходить в эту квартиру только спать, чтобы никак ему не мешать. Хотя он тоже только вечером приходил с работы. Вот. Но он мне тогда очень сильно помог. Если бы не он, то я не знаю, что бы я делал. Так, за 5-7 дней жизни у этого мужчины у меня получилось всё-таки найти квартиру. Я нашёл жильё, но так далеко я ещё никогда, в принципе, не жил. В Москве первая моя квартира была студия с голубыми стенами. Дальше Выхино. То есть метро Выхино. Это там за МКАДом в Москве. Ещё от метро 5 остановок на автобусе нужно было ехать. И меня пригласил пожить с ним уже за деньги. Парень примерно моего возраста, может, чуть постарше, года на два, он снимал вот эту студию. Он говорит, у меня есть свободный диван, приезжай в месяц, типа, можешь платить 13 тысяч рублей. И, ну, всё. Этого достаточно. Для меня этот вариант очень на тот момент подходил. Мне было всё равно, что мне нужно ехать до квартиры Миланы на автобусе, потом на метро целый, там, час, даже больше это выходило, стоять в давке на этом Выхино. Мне было всё равно, потому что вот это ощущение нового, начала вот это новое, новая работа, новая жизнь. Да, тяжело. Да, непросто. Но кому легко, кому вот ты приезжаешь, тебе просто сразу всё дают. И говорят, ты такой классный, здоровский, на, вот тебе всё, держи, вот тебя Москва приняла. Нет, было реально тяжело. Не было еды, не было одежды зимней. Я ходил в осенние куртки всю зиму, по-моему. Но для меня самое важное было, что у меня появилась работа. Первый день знакомства с Миланой произошёл спустя, наверное, дней 10. После того, как мы начали работать вместе, она как раз-таки вернулась в Москву. Из своего путешествия в Европу, в Милане она, по-моему, была, ещё где-то в Париже, не помню точно. Я приехал в её небольшую квартиру двухкомнатную в Москве на станции, где-то в районе там вот Варшавска, ещё что-то, неважно. То есть не центр Москвы, обычная квартира в пятиэтажном доме. Я помню, я стеснялся перед встречей с ней. Я думал, что она сейчас подумает, что у меня какие-то там прыщи. У меня на тот момент были прыщи, некрасивая кожа. Я был бритоголовый в очень простой одежде. Я подумал, что сейчас она увидит меня и скажет, фу, он выглядит как какое-то ущербное создание и уволит меня. И всё, и на этом всё закончится. Но нет, мои вот эти какие-то ожидания негативные, они не оправдались. Не знаю, зачем я себя так настраивал. Сейчас у меня нет вот этих всех негативных установок. Спустя больше, чем три года, четыре почти. Она тоже, я думаю, стеснялась. Это надо уже спрашивать. У неё, вот, может быть, когда-то у нас будет какое-нибудь совместное. Видео, какой-нибудь совместный подкаст, чтобы закрыть этот гештальт уже, да, и перейти в стадию друзей, знакомых, приятелей, отвязаться от вот этого статуса работник-работодатель. Потому что всё ещё, мне кажется, у меня какой-то страх вот этот присутствует. Мы встретились. Мои первые задания на работе у Миланы были достаточно простые. По типу разобрать чемодан, собрать чемодан, найти какой-то персонал, помочь с переездом, помочь приехать на съёмки, купить Red Bull на эти съёмки, на пушку приехать. Но для меня это было тяжело, потому что, ну, я молодой парень, не 21 год только исполнился. Я, по сути, нигде не работал. Я в новом городе с новыми людьми, и у Миланы достаточно определённая амплуа была, новые люди. Для меня вот это всё было новым. Но мне было всё это очень интересно. Да, наступал не один раз момент, когда я хотел всё бросить, уволиться, потому что реально было тяжело с точки зрения моральной. У Миланы непростой характер, и порой, когда у неё плохое настроение, она может его испортить вообще абсолютно всем. Может быть, не специально, может быть, специально. Но она как бы может вымещать свои негативные эмоции на людей вокруг. По крайней мере, на меня. Её негативное настроение, хоть и, может быть, не специально, но очень сильно влияло. И я думал, что проблема во мне, что я там плохой работник, например. Хотя у неё, например, не знаю, проблемы в отношениях, может быть, или с мамой, или ещё как-то. Поэтому периодически в наших рабочих отношениях я даже просил её сказать, всё ли хорошо, всё ли ей нравится в нашем сотрудничестве, может быть, что-то её не устраивает, я могу это изменить. Но она всегда говорила, что ей всё нравится. Я понимал, что работа должна выполняться лучше, но у меня тогда не возникала мысли о том, чтобы тебя уволить. То есть это нормальный процесс, когда мы друг другу какие-то претензии высказываем и налаживаем работу и связь. Единственный момент от неё были, что я там когда-то мог опоздать. Но опять же, тут стоит сказать в моё оправдание, что я всегда опаздывал, если по пути на работу она давала мне дополнительные задания. То есть я такой человек, часы, она, например, говорит, приезжай к четырём. И я рассчитываю время, чтобы мне быть у неё в 4, в 3.59, в 4.01. Но по пути часто она могла говорить, что типа, зайди, купи там ещё чай в Starbucks. Или заедь, купи там какую-нибудь, ну, какую-нибудь херню, например. А это вообще другой конец города. И, соответственно, я опаздывал. Но я старался всегда всё сделать быстро. Снег, дождь, град. Я всё ещё помню эту сцену, когда она уже переехала в другую квартиру. Тут всё так, ну, не рассказать. Если вам будет интересно, задавайте конкретные вопросы. И я на эти вопросы о работе с Миланой отвечу, да. И так закрою эту рубрику. Вот много ситуаций было, но я помню тот момент, когда была вот эта поздняя осень. Уже падает мокрый снег. При этом дождь, холодно, ветер. И в Москве вот она жила на тот момент в таком доме большом, где случился скандал с Арсланом Хасавовым, Хасановым, не знаю, неважно. Там такая территория, где очень сильная роза ветров. Дома, видимо, как-то так построены, что тебя очень продувают, тебя практически уносят. И я помню, что я иду с этим Старбаксом дебильным, с этим чаем, который она любит. Я ещё всегда просил написать определённые фразы, типа там, я просил, напишите, Андрей, желаю тебе хорошего дня, нарисуйте сердечко. Для меня было это важно, чтобы она посмотрела, тогда Андрей звали, да, чтобы историю не коверкать, чтобы она посмотрела, и как-то у неё настроение поднялось, чтобы ей было приятно. Я не думаю, что она закладывала часто какой-то смысл, что я делаю какие-то мелкие вот вещи. Может быть, и закладывала, может быть, она отоценила. Она никогда мне в этом не признавалась, и мне этого очень не хватало на работе, на самом деле. Не хватало, что мы не общаемся. Может быть, это моя вина, может быть, её вина. Как-то было много недоговорённостей. Я реально очень старался на неё работать. Я очень старался, чтобы ей было со мной хорошо. Я всегда её защищал, и всегда, когда заходил разговор о ней с кем-то из моего окружения, например, там, на свидании я был с кем-то в Москве, мне говорили, ой, да она там, сука, ещё что-то. Я говорил, нет. На самом деле в жизни она хорошая, она спокойная, мне нравится с ней работать, приятная. И, ну, то есть, не было какого-то лицемерия такого с моей стороны. Я всегда был на её стороне. Какие бы ситуации ни происходили. И хотел, честно говоря, отдачи. Я хотел не только денег, но я хотел какого-то покровительства от неё, как от наставника, как от старшего человека. И мне этого реально не хватало. Я этого впоследствии получал от её мамы, от... Я не знаю, можно называть имя или нет. Ну, в общем, от мамы Миланы. Привет, мамы Миланы. Я вас люблю. Я вас всё ещё помню. Мне было приятно, что вы мне помогали. И знакомство с вами было очень важным этапом в моей карьере, в моём... Не плачь. В моём, в принципе, ну, осознании себя. Вы мне очень помогали в некоторых моментах. Спасибо вам за это. И спасибо, что всё ещё иногда мне пишите комментарии в моём Телеграм-канале. Наша работа с Миланой развивалась достаточно быстро. То есть я проработал, как обычный ассистент, наверное, 3-4 месяца. После этого я стал заниматься мерч-продукцией, которая полностью легла на меня. Там, создавать эти футболки. Милан создала дизайн. Нашла даже фирму, где-то можно всё распечатать, сделать. Но я принимал товар, я его потом отправлял покупателям, занимался возвратами, возражениями, спинал стал, всеми вот этими делами. Там появился офис. Мне подняли зарплату до 50 тысяч рублей. А потом, впоследствии, не помню из-за чего, до 65 тысяч рублей. Но на этом наше сотрудничество не ограничилось. И помимо ассистентства во времена ковида, уже прошло, наверное, полтора года, да, нашей работы. Милан тогда улетела работать на Бали, где я организовал, есть съёмки клипа, который не вышел. Организовал там вообще всё. Транспорт, модели нашёл и так далее. Несмотря на часовые вот эти проблемы, там разница 4 часа, по-моему, да, с Москвой и Бали. Я не спал всю ночь, когда были съёмки. И контролировал это всё. И кто-то может подумать, что это там входит в твою работу, входило. Но на самом деле нет, скажу нет. Это не входит. И я сейчас являюсь... У меня у самого есть помощница, у меня у самого были ассистентки. И всё ещё она мне нужна. В будущем, я думаю, будет девушка, желательно. Пишите, пишите в комментарии. Вот, или в телеграм-канал. И я понимаю, что многие ассистенты, многие вообще сотрудники, они мыслят по-другому. Многие люди мыслят по-другому. Вот они, им сказали, работа с 9 до, там, 5 вечера. После 5 вечера их вообще не колышат. Они не будут вам отвечать. Они не будут вам что-то помогать. Они не будут задумываться о надписи на вашем стаканчике, да. И, скорее всего, если вы не будете их как-то мотивировать денежно дополнительно, они там проработают на вас год, полгода и потом уволятся. Мало хороших сотрудников, на самом деле. И я понимаю, что я делал экстра. Но я за это и потом получал. Так, потому что из-за того, как я работал, Милана впоследствии предложила мне стать продюсером ее продуктов. В этом имплайе проработал полтора года, по-моему. Я вместе с Миланой создал наши первые чек-листы о макияже. Сейчас тот продукт кажется таким каким-то наскальной живописью, потому что я сейчас не представляю, что кто-то купит чек-лист, где будут ссылочки и описание каких-то вот этих карандашей для макияжа. То есть для меня сейчас это что-то такое допотопное. Ушла эта эпоха, ушла эта эра. Так или иначе, я на тот момент начал зарабатывать 150-200, и в один месяц даже было 300 плюс тысяч рублей. Я тогда переехал жить в отель, я поменял место жительства, начал покупать одежду. Начал свои какие-то путешествия по стране. Для начала это был Петер и Сочи. Потом были другие продукты. Это была школа макияжа, школа орального секса, глотка. Все это лежало на мне, на команде и на Милане, как на человек, который ведет все эти курсы. В планах, кроме того, даже если вы смотрели реалити-шоу, были потом последующие продукты. Но накопившиеся мои обиды и возросшее желание от работы, они как-то не позволили мне работать больше ассистентом на Милану. И этап Бали стал нашей последней страницей в нашем сотрудничестве. Я там отснялся в реалити. И я помню, что я уже устал. Я реально устал работать как ассистент. Мне было... Если честно, я уже хотел именно стать другом. Уже не работать, уже не приносить там стаканчик из Старбакса, вино или еще что-то. Кроме того, там добавился Олег, партнер Миланы, который тоже стал обращаться с какими-то просьбами. Меня это люто бесило. Я ревновал Милану-коллегу, скажу честно. Я ревновал Милану-коллегу, скажу более честно. Я не отрицаю тот факт, что, возможно, я в нее был влюблен. И она до сих пор мне нравится как человек. Потому что... Ну, она классная. Она реально классная вот в жизни, вне медиа. Сейчас она и в медиа классная. Она сменила позиционирование. Стала такой прям более рассудительной. Без вот этого... Без чернухи какой-то, без черных шуток. То есть она прям взрослый, состоявшийся человек, блогер абсолютно везде. А тогда то, что вы видите сейчас в Телеграм у нее, это было в реальной жизни. По отношению к людям она очень хорошо всегда себя вела. И мне было всегда достаточно обидно и неприятно, когда ее кто-то обижал. Будь то в ресторанах или ее друзья, когда как-то о ней высказывались нелестно. Были моменты, когда я был не согласен с тем, что она говорит, когда она меня сама задевала. И на самом деле я понял, что мне пора уходить, когда она меня в крайний... И, наверное, самый жестокий раз, самый грубый в нашем сотрудничестве оскорбила своим поведением, своим поступком. Это было на ее вечеринке в честь ее дня рождения. Уже год прошел с того момента. Там просто случилось так, что совпали обстоятельства. И на этой вечеринке я узнал, что у меня умер мой кот, которого я взял в приюте, который прожил со мной пять лет, по-моему, и переехал со мной в Москву. Был со мной абсолютно всегда везде. Он умер в день этой вечеринки, в тот момент, когда мы праздновали, нужно было изображать веселье, мне пить вино и веселиться. Мне мой бывший партнер из Москвы отправлял кружочки фотографии с содержанием... Фотограф забрал у кого-то карточку случайно, не случайно, или это вообще был не фотограф, неважно. И Милана под воздействием просека, может, каких-то обид, еще чего-то, решила сказать, что я уволен при всех ее друзьях. В разгар вечеринки, когда у меня вот эти вот чувства внутри, она сказала, ты уволен тогда? Я говорю, ты серьезно? Она говорит, да, я серьезно. У меня все в тот момент рухнуло. Я ощутил максимальный уровень предательства, потому что она это сделала публично, потому что она это сделала на вечеринке, и она это сделала тогда, когда у меня умер, ну, ушел. Самое близкое, что вообще у меня было, когда-либо мой кот, это вообще моя любовь, это мой ребенок, вообще все, что только возможно. Я никому так тепло не относился, как бы ты сначала, как к своему коту. Я тогда ушел, у меня была какая-то лютая истерика на лестнице. Моя истерика, я интроверт, поэтому моя истерика, это когда я плачу вот так, на лестнице час. И мне было очень больно. И в тот момент я ощутил, что она способна предать меня, она способна бросить меня в любой момент, несмотря на то, что я живу на острове, где отчасти я ей помогаю. И как-то я чувствовал, что я отдаю слишком много. И тот день, когда она сказала, что я уволен, на следующий день мы не общались, мы не переписывались. Я ощутил себя максимально свободно. Я почувствовал в тот день, как мне хорошо. Что я не стрясусь над вот этим телефоном, что мне в любой момент могут написать, приедь сейчас, там, приедь через час, почини там лампу, обсуди со мной курс, еще что-то. То есть я чувствовал, что я свободен, я никому ничего не должен. И я наконец-то еду по Бали и наслаждаюсь этим островом. Я еду на байке, мой телефон дома, разбитый. И мне хорошо. Тогда я понял, что даже если мы сойдемся снова, то мне нужно приложить все усилия, чтобы уйти с роли ассистента именно. Или как-то обговорить новые условия сотрудничества. Что я, собственно говоря, и сделал. На следующий день Милана, стоит сказать, написала мне, попросила прощения, что она поступила неправильно. Я сказал, окей, мы продолжили работать. И с того момента мы проработали вместе еще три месяца. Отсняли реалити, по-моему, в тот период времени. Я там был представлен как ассистент и продюсер, хотя я уже, в принципе, не работал как ассистент в той вот в мире, в которой раньше работал. Потом случилось так, что где-то в конце декабря я спросил у нее по поводу первый момент. Это фиксация моей зарплаты в долларах. Я хотел, чтобы мне она платила хотя бы тысячу долларов, потому что она мне платила в рублях, а из-за того, что происходит в России, доллар рос, моя зарплата падала. То есть это когда-то было 1200 долларов, а стало там 700 долларов. При этом мне нужно платить за жилье на Бали, мне там то нужно, другое, третье. И я ей нужен вживую на этом острове Бали был, то есть я мог спокойно уехать в Москву, да, там, или еще что-то и жить в рублевом эквиваленте. Я спросил, можешь ли ты зафиксировать мне зарплату в долларах? Она говорит, нет, мне это невыгодно. Я подумал, окей, вопрос номер два, контрольный. Может ли у меня быть выходной, например, один день в неделю или раз там в две недели, когда я могу выключить телефон и понимать, что мне не нужно бояться, что ты напишешь, что я тебе, ну, не буду как-то, что я тебе не буду экстренно нужен. Она говорит, нет, ты так слишком много отдыхаешь, иногда я тебе не пишу несколько дней. И я понял, что... Субтитры создавал DimaTorzok переломный момент в моей жизни и в ее жизни, когда я уже уволился, ушел. Мы расстались на хорошей ноте. Она написала, что как я буду без тебя, там, блин, мы же так хорошо работаем. Мы реально работали хорошо. Я реально на данный момент скучаю по ней, по какому-то вот нашему сотрудничеству. Мне ее не хватает в любом случае. Я не готов работать как ассистентом, приносить, уносить кофе, еще что-то. Я уже взрослый дядя, да, для этого. Но мне не хватает ее как друга. Мне не хватает ее как вот наш рабочий тандем. Я уверен, что мы давали друг другу хорошее что-то, и она мне, и я ей. Тут нужно у нее, да, узнавать обратную связь, обратную реакцию. Но мне грустно. Мне реально грустно. Я не понимаю, как это изменить, или это не стоит как-то менять, изменять. Но вот получилось так, как получилось. Еще совпало на тот момент, что у Миланы удалили, так символично, знаете, удалили тильду. Это вот этот сайтик, где находились все наши инфопродукты. И они пропали навсегда. Все, над чем мы работали года, годы, удалилось. И вот так вот символично закончилось наше сотрудничество. Я уверен, для нее это был тоже тяжелый период, потому что мы потеряли всю нашу базу клиентов. Удалилось все. То есть, знаете, как-то вселенная так показала, что это, ну, пришло к концу. И либо нужно было начинать что-то новое заново, спустя перерыв, либо уже, ну вот, как есть, так есть. Вот так закончились наши отношения, если подвести эмоциональный итог, что я чувствую спустя полгода после увольнения от Миланы Петровой, я чувствую первое, это благодарность. Я очень благодарен ей за то, что она мне дала, я благодарен ее маме, я благодарен ее окружению и тому, что она меня в него погрузила. Если бы не она, отчасти я бы даже не был там, где я есть сейчас, я бы не был тем, кто я есть сейчас. Она очень многому меня научила, и вот эта благодарность у меня к ней есть, эта благодарность связана еще с любовью какой-то к ней. Ну, потрясающий человек, очень классный человек, есть, безусловно, минусы, я не хочу как-то очернять это видео и делать его по типу «Вся правда о Милане Петровой». Следующее чувство, которое я испытываю после полугода отсутствия работы с Миланой Петровой, это тоска. Это тоска, я уже повторюсь, да, мне ее не хватает, мне не хватает наших проектов, не хватает просто ее как человека, ее смеха какого-то, ее вот этого «Все, я устала, я не хочу работать спустя 10 минут съемок», мне не хватает вот этого ее «Мирон, давай, пойдем в клуб, набухаемся». То, как мы вместе с ней отдыхали, мне этого очень не хватает, мне не хватает, вот это третий момент, нашего с ней досуга, мы могли спокойно сделать трип по барам в Барселоне, пить везде текилу, там, с майком, с ней, как-то вообще безбашенно, как-то так, черный, безбашенный был абсолютно отдых на каких-то тележках с темнокожими парнями и было здорово, было классно. Я помню этот откровенный разговор наш под вином в Барселоне, всю ночь мы общались, реально, это было очень круто, я скучаю по этому. В любом случае, мне было очень круто работать с Миланой Петровой, это был классный опыт, я знаю, что он не повторится и я желаю всем вам найти такую работу, такого друга, подругу в жизни, с которой вы будете чувствовать себя вот так, которая дает вам вот этот grow up, дает вам вот этот рост, главное, воспользуйтесь им и обговаривайте вот эти ваши какие-то обиды, говорите обо всем, я думаю, это самое важное, меня вот это расставание с Миланой, это увольнение научило говорить на данный момент с моим партнером, я, кстати, рассказал о том, как мы полгода встречаемся с парнем, это мои самые долгие отношения с парнем, он еще и гетеро, это можете узнать все о наших отношениях, у меня в телеграм-канале и есть полноценное видео у меня на этом канале YouTube, обязательно подписывайтесь, я надеюсь, я поделился с вами какими-то своими эмоциями, я поговорил, мне стало сейчас очень легко, я просто желаю вам быть счастливыми, честными, откровенными со всеми, кто вас окружает, но если Милана смотрит это видео, то я скучаю по тебе и мне было с тобой хорошо, спасибо, ну и до встречи, увидимся с вами в новых видео, с вами был Мирон, обязательно пишите идеи к новому видео и вопросы в комментариях, пока. Субтитры сделал DimaTorzok